Совсем недавно, вы помните, все с чувством праздновали десятилетие Путина. Вот в 99-м году Путин пришел, началась путинская десятилетка. Я просто хочу напомнить, что вот она началась с крови. Вот тогда, в 99-м, Путин пришел, и первое, что было, был страх, был террор и была кровь. И все это десятилетие, оно так и было пропитано этой кровью. Потому что после взрывов в домах в Москве, после неудачных взрывов в Рязани, после Волгодонска, был Курск. И вы помните, как Путин себя повел? Ведь же он поехал тогда к родственникам погибших, ведя его к морякам, к женам моряков. И он кричал на них, он считал, что их всех подослали к нему, что они ненастоящие. Больше он никогда не встречался с родственниками. И после этого уже случился Норд-Ост. И Путин ни разу так и не встретился ни с кем, кто там пострадал или с родственниками. Потом был Беслан, и он приезжал туда ночью поздно, чтобы его не видели, прокрадывался в больницу. Вы знаете, вот Путин приехал в больницу, там были дети раненые. Вот представьте, ночь, лежат раненые дети, возле палат стоят родители, приходит Путин и включают свет на полную. Ну, Путину показать раненого ребенка без ног, без рук, надо врубить свет на полную, да? Вот даже этот мелкий цинизм меня удивляет, что можно вот настолько быть циничным. Понимаете, это... Десятилетие Путина, оно вот все такое, вот оно нам таким и запомнится. Мне хорошо вспоминается одна женщина в Беслане, у нее погибла девочка 9 лет в школе бесланской. И она мне говорила, ты знаешь, вот когда был Норд-Ост, мы сидели дома у телевизора и смотрели телевизор и думали, боже мой, какой ужас. Хорошо, что это не с нами, хорошо, что это не у нас. Наш Беслан, кому нужен наш маленький Беслан? Что у нас может случиться, боже мой? И они сидели дома и смотрели этот Норд-Ост и переживали, конечно, но они думали, ну а что? Нас это не коснется? Вот масса людей, которые думают, что их это не коснется, они очень сильно ошибаются, потому что у нас, к сожалению, людоедская власть. Власть людоедов, просто для которых кровь ничего не стоит, для которых убить своих людей ничего не стоит. Вот, вы знаете, я, у меня двое детей маленьких, вот, и я так вот общаюсь с мамами разными, у которых тоже маленькие дети. И они вот, знаете, у ребенка что-нибудь заболело, они так волнуются за него. Господи, бегут к лучшему врачу, пишут в интернете, девочки, посоветуйте лучшего врача. Потом они ищут лучшую школу для ребенка, лучшего учителя, лучшего преподавателя. Но они ничего не делают для того, чтобы их ребенка просто не убили. Вот, лучшую школу найти, это понятно. А вот, просто сказать власть, ей власть, вы моего ребенка собираетесь что, убить, там, в армию покалечить? Или он пойдет в кинотеатр, и его там захватят, а потом не смогут спасти? Или он пойдет в школу, и там захватят его в заложники, и его не смогут освободить? И будут обстреливать школу из огнеметов и гранатометов? Просто я не понимаю, как люди это не чувствуют, что главная опасность у нас исходит от людоедской власти. И посмотрите, кстати, вот организации, возникшие после терактов, Норд-Ос, да, организация объединяет пострадавших и их родственников. Кто ее возглавляет? Женщина Татьяна Карпова. А матери Беслана, Сусана Дудиева, да, возглавляет? А Голос Беслана, Элла Кисаева, это все женщины, потому что в них вот внутри сидит понимание, что вот ты родил ребенка, а какие-то люди взяли и убили. Просто взяли и убили. И вот понимание этой чудовищной вещи, мне кажется, заставляет людей бороться. Я призываю всех помнить об этом и задавать вопросы нашей людоедской власти. И вообще это как-то говорить, что, ребята, вы как бы помните, что расплата-то наступит. Такие вещи, они не прощаются, понимаете, кровь, нельзя забыть, сказать, что этого не было, что это, да, водица какая-то. Пройдет 10 лет, 20 лет, неважно. Кровь вспомнится и виновных назовут, расследуют, виновных назовут. Просто это будет, видимо, не сейчас, но попозже. И власть об этом должна просто помнить. А мы ей должны напоминать. Продолжение следует...